кто на чем будет играть, потому что здесь то же самое, здесь приходит Лил, здесь приходит тебе Леброн, и вот пока они не разберутся, как их суппорты будут взаимодействовать, у них будут огромные проблемы, поэтому им именно в этой игре уже надо делать, если нет, то, ребята, вы будете с чемпионата с этого вылетать. Мне кажется, Ньюби должны догадаться, что Na'Vi хотят тинкером сыграть. Я ожидаю тут каких-то двух коров типа Void плюс Тинкер, мне кажется, что-то подобное Na'Vi захотят использовать. Может быть, Гирокоптер плюс Тинкер. Ну да, Ваня. Это один из героев С-Трипл-Си, да. Хороший выбор от Дэнзи. Пик классный пока от Ньюби идет, как раз эти два хорошо они начали раздражаться, у меня Найт Рейзер, еще Рубик, который может забирать этот тот самый Роу Рубисмастер, чтобы контролировать одного из коров команды Na'Vi с Винсер, которые будут треки. Плюс треки, причем у них есть Рэпл, который будет их треки снимать, и недавно видел игру, где собрали Доминатор, чтобы забрать пушащего сатиром мелкого, и просто сходить все треки снимать, и там в итоге он примерно ноль денег за всю игру команде принес. Представляешь какого-то персонажа, которому приятно собирать Доминатора, который сейчас очень много. Я про то, что было бы желание, то есть просто Баунти Хантер, он немного переоценен, по моему мнению, и вот все больше и больше способов находят, как ему жизнь испортить. На Баунти Хантере нужно иметь хорошую практику. Вот я недавно наблюдал за играми Лила в матчмейкинге, он там в основном либо на Хаус Найте играет, либо на Дарквиллу тренируется, видимо, играть на этом герое, потому что весьма вероятно, что скоро выйдет какой-то новый патч, переработают немножечко героев и добавят их, и Пангальер, и Дарквиллу, и может быть, Лилл как-то к этому готовится. Но для того, чтобы быть полезным Баунти Хантером, надо не только уметь хорошо гангать, вешать треки, правильные итемы собирать, он должен грамотно хантить курьеров. А грамотно хантить курьеров сложно, если ты не умеешь правильно двигаться по карте. То есть ты сейчас говоришь, что Лилл не умеет правильно двигаться по карте? Я утверждаю, что он умеет или не умеет. Я как раз вот и говорю, что я не знаю, если он успел потренировать этого героя в новой мете, конкретно там с новыми ландшафтами, которые сейчас существуют, потому что, когда ландшафт меняется, у тебя сразу же траектория совершенно другая, то есть ты уже не успеваешь, там, допустим, за 17 секунд добежать от своего шрайна до руны, оттуда до секрет-шопа. Хорошо, тогда Никита у нас будет с тем человеком, который считает, какое количество курьеров убил Лилл. Хорошо, да. Дальше вижу у Митяя лицо просто по поводу Скайрафа. Тебе что-то не нравится? Да. Что? То, что у них нет ни одного хорошего способа хоть что-то сделать с героем под БКБ, под Рэпплом и прочим. А мне на самом деле Скайра Смэйш нравится сейчас у Смитяя по спорю, потому что у тебя есть баунти-хантер, который бегает по всей карте, как раз хаундит этих курьеров, и тебе нужен универсальный суппорт, который может что-то делать один. Либо там приходить к бессмастеру в соло, там, под его аурор как раз убивать за счет своего ультимейта, либо на линии очень жестко гонять, потому что оффлендер на самом деле не может стоять против Скайра Смэйша, Скайра Смэйш хорошо их гоняет. Вот, поэтому такой универсальный персонаж, который может в соло пойти, он даже в соло может суппортов забирать как раз за счет... Когда тебе нужен был Варлок? Варлок не может так делать. Ну, как раз таки он хотя бы не умирает, то есть, а здесь как это будет работать? То есть, начинаешь хитаться, сом не на это, думаешь, сейчас я его развалю, там уже саленцы подготавливаешь, вкатываться за имели, ты ешь в таверну, потому что герой вообще не живет. С Варлоком происходит тоже герой Бестана, да, у него есть дополнительный там хил, но... Он жирный, он армированный, он с хилом, то есть, он хотя бы время потянет на Скай, он ноль армора имеет, то есть, парень, он просто быстрый, он на крыльях, и все. Под Варлока нужны персонажи более сильнее, у тебя не должно стоять Баунти Хантер, у тебя второй активный персонаж должен быть. Да, и вот мы просто приходим к тому, что Баунти Хантеров конкретно здесь не очень нужен, если ты добираешь таких героев. Вот, как раз таки это, Никита обещал. Я ожидаю Тинкера, если Тинкера Ньюби не забанят. Вот в защиту Na'Vi хочу сказать то, что они вот забанили Дизраптора, Нагу, Сирену и Сент-Кинга, если бы они забанили кого-то вот другого, то есть, Омника или Разора, там обязательно появилась бы Нага, обязательно появился бы Сент-Кинг, то есть, Na'Vi, осуществляя вот такие вот баны, они сто процентов знают то, что Ньюби будут пикать свой дефолт, а их дефолт это как раз Омник, Разор, ОД, там, Earth Spirit и подобного рода герои, которыми они постоянно играют. Да, они позабрали худших героев для контры из дефолта Ньюби. Ну, сейчас узнаем. Я про то, что ты набираешь, опять же, кучу героев, вот у них сейчас на четыре парня, физ урона вот почти нет. Я думаю, я по-прежнему думаю, что Тинкер исправит всю ситуацию. Да, ну, забанят, понимаешь, все, 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 все. Он бы, наверное, действительно исправил что-то. Ну, значит, Дэнди должен быть готовкой, это сто процентов. Исправить ситуацию с Кайв Мид и добор нормального саппорта четверки. Может быть, да, с Кайв Мидом тоже будет неплохо. То есть берешь как Пупе и Баунти Хантера в пятую позицию, добираешь четвертую со станом хорошим, с дизейблом, с подсейвом, то есть что-то. Шаду Шаман, например. Хороший вариант. И тогда у вас это будет работать. Типа, если вы сейчас Кай делаете саппортом, то у вас бегает Кай, бегает Баунти Хантер, и вы вообще ни на одной линии никому не мешаете. Мне кажется, Наби захотят Death Profit, может быть, взять, они тоже любят Death Profit играть, то же самое и... Есть такой герой, как Лешрак в миддл можно поставить, если Кай, они хотят все-таки поставить на свою пятую позицию, то... Он тоже не работает без хорошего подстана, то есть ты сам не попадаешь, стану никому не мешаешь. Ну... И опять же, у противников уже, если он не найдет, вот он первым пиком подъехал у них, и вот он до сих пор есть, он контрит четыре героя, которые есть у Наби. Ну, а что делать-то, Наби? На тебя не особо большое раздлево попасть в вторую шагу. Тебе надо надеяться, чтобы его либо Хорносфера накрыла, либо Рор накрыл, по-другому ты бывать не будешь. Есть замечательно, да, то есть в итоге все сведется к тому, что он купит в какой-то момент игры Lotus Orb и скажет здорово. Есть такой старый добрый герой, Инвокер называется, но он, к сожалению, очень плох в этой мите. Ну, Queen of Pain, Наби выбирает Queen of Pain. Магический тендерский герой, да. Он неплохо здесь смотрится, его очень трудно на самом деле поймать, если его спирит все мажет по этой квапе. Есть какая-нибудь терраса Патма еще для СТПЛСи? Нет, Патма не будет, мне кажется, у него более активный такой персонаж будет. Может, ДП, наверное, заберут. ДП или... ДП норм, кстати, подобный. Или что тут еще можно сделать? Или ДК? ДП или ДК? ДК плюс-минус неплохо стоит. ДК хорош, да. Опять же, вот таких героев до получения БКБ их очень сильно, как раз, мучает тот самый Skyrosmatch и магический проказ, потому что такие герои армированные, они вот Айшен Сила, как раз это Amplify Damage очень сильно проседают. Нужно будет дожидаться. Поэтому, может быть, это какой-то гибридный будет, который и в лете будет хорошо раздавать, и с магическим проказтом. Какой-то дополнительный Core Ньюби нужен в любом случае. Об этом, я думаю, мы с вами спорить не станем. Классным бы зашел бы ОД, но вот видишь, он в бане, опять же, от тех самых нами. Герой слишком хороший. А почему не ДК, например? В смысле? Почему ОД, а не ДК? Нет, почему бы не взять его именно ДК? Либо ДП, либо ДК, очевидно, да. ДК хорош против Queen of Pain, потому что он более-менее неплохо за счет своей пассивки там стоит на таком лайне. Да и так. Он не сильно боится баунти-хантера. К тому же, ну и плюс ко всему прочему, это как раз тот самый дополнительный Core, который нужен Ньюби для того, чтобы... Ну, то есть, выходя в лейт, чтобы у тебя не только Развор был, но еще какой-то там другой герой. В данном случае ДК. Серег, по пику, давай вот просто вот уберем, кто выиграл пик по-твоему, насколько выглядит перспективно для одной и другой команды? У Ньюби очень такой дефолтный хороший пик, все сбалансировано. А вот Нави как раз нужно на исполнение играть, потому что если у них Войт и Бесмастер не попадают своими ультимейтами по ключевым персонажам, потому что само Умни Найт, то если Умни Найт будет полностью раскастовываться, то Ньюби будут все драки забирать. Если Нави будут попадать как раз в Хроносферме, забирать ключевых персонажей в этих драках постоянно, то, скорее всего, Нави здесь победят и Войт вытащит эту катку. Митя, есть ли шанс вообще, что они будут попадать? После 60-х, если они даже не будут попадать, они выиграют, но до этого они не доживут по этому Ньюби. Ключевой герой, которого надо будет обескровить, это Умни Найт. Если с этим Нави ничего не сделают, то в мидгейме их ждет разочарование большое. В общем, Умни Найт или победа, соответственно, с этим коллектива Ньюби. Друзья, комментирую этот матч будет для вас в Милл Шторме вместе с Light of Heaven. Вова, Дима, вам слово. Спасибо, Crystal May. Кто бы мог подумать, что вот такая вот судьба будет уготована Нави. Казалось бы, сеточка была очень приятной, и Фнатики не самые сильные оппоненты. В случае поражения нижняя сетка, в которой вырисовывались кингвины, но Ньюби преподнесли некоторый сюрприз и упали раньше времени. Скорее, поляки преподнесли некоторый сюрприз. Поляки у нас умеют удивлять, они пикают необычных героев. И Ньюби как раз не готовы бороться с такими командами Best of One. За счет этого и падают. Был один рулетка, там может быть всякое. И сейчас придется из лозеров карабкаться. Конечно, и для тех, и для других проиграть этот матч и выбыть на такой стадии турнира. Это будет очень серьезный провал. Даже не могу сказать, для кого больше. Одинаково плохо, потому что обе команды, естественно, хотят попадать в очки. До очков пока еще очень-очень далеко. Ну и вот мы смотрим Lil у нас на Bounty Hunter. Сразу пробежал, делает разведочку. Который раз уже тревожный звоночек в виде Skyros Mage. Не то, чтобы это был плохой герой, но он уже ассоциируется с каким-то, знаешь, с какой-то безысходностью. Со времен, наверное, Virtus.pro 2013 года, когда они с Кэрри и Skyros Mage играли. Теперь в очередной раз забирают его Na'Vi. Ну, хотя бы на саппорт позиции, Dendy. Покатился Spirit, забирают Bounty Rune. Пока что 2-1 в пользу Ньюби. Но успевает KP. 3-1 в пользу Ньюби. Попытаются его забрать. Есть Purification. Идут до конца. Еще один прыжок от Crystallize. Это может быть First Blood. И First Blood достается Леброну. Отличное начало для Na'Vi. Несмотря на то, что на одну Bounty Rune меньше забрали, забирают ФБ. И бисмастер войдет крипов. Пока Робик с Razer бегали за Queen of Pain. У бисмастера есть смешка времени. Тут же подходит Робик. Также наваливает Air Spirit. Бисмастеру нужно бежать налево. Потому что справа уже не пройти. Air Spirit катится. И генерал уходит. Ну, почти. Он не смог выпалить крипов для того, чтобы их спокойно забрать между вышками. Он лишь раскачает линию. Возможно. Тем не менее, как мы видим, на фонтане отхиливается. И сейчас очень много XP пропустят. А вот то, о чем говорил Никита. Это KP, который пока что стоит на линии. Против него, казалось бы, неприятнейший персонаж Skyros Mage. Но для Омника это не такая большая проблема. С-Трипл Си, у которого, как мы видим, моделька залагала. И он светится всеми цветами возможными. Нападение на Лила. Пошла просветка. Нужно срочно выходить из Инвиза. Выходит из Инвиза, съедая Fairy Fire. Сделал все четко. Но отлично стоит С-Трипл Си. 6-1 крипстат у него. И абсолютно спокойно справляется с Queen of Pain. На легкой линии Razor. У него тоже все здорово. На легкой линии у Razor все будет замечательно. У бисмастеров практически нет шансов в битве 1-1. И единственное, что может делать генерал, это пытаться отводить крипов. То есть либо делать так, чтобы крипов было больше на линии, и тем самым они будут пушить. Либо, допустим, что-то пытаться выпуливать или наоборот мешать пулить Рубику. Это тот самый Razor, которого забирают раны как раз таки по той причине, что большинство героев он очень хорошо контрит на лейнинг-стадии и обеспечивает спокойную легкую линию. Чего не сказать, например, про Void, который пока что ничего не может сделать Омнику. Да, FB на нем забрали, ну а что дальше? Сейчас Омник получит третий уровень, второй Purification, будет выходить в Soul Ring и крайне тяжело будет справляться с KP. SkyRass Magus, чтобы гонять у Minite, нужно принести Clarity, но об этом позже, потому что здесь нападение на генерала, генерал начинает мансить какую-то помощь бы генерала, потому что он бегает один, его долго убивают и ноль помощи. Просто ноль помощи. Вызвал Кабана, за счет этого немножко замедлился. Кабан, в свою очередь, не смог, достаточно замедлить Муги и забирают фраг. Ну, помощи не было. Лил Роумит пока что собирает баунти руны, не дает Омнику, но пока что особого импакта мы от него не видим. Старается... Да. Ну, Air Spirit Роумит получше Лила пока что, потому что он уже успел сделать фраг снизу и, помимо этого, забрал Курьера в центре. Говорили про то, что очень важно забирать Курьеров, передвигаться по карте. Но вот Кака показывает, что он знает, как передвигаться по карте на Air Spirit и забирает Курицу уже сейчас. 1-0 в его пользу. Не будем открывать счетчик Курьеров, потому что это не те Курьеры, которых мы хотели увидеть. Не думаю, что Air Spirit будет на регулярной основе стараться подрезать. Все-таки здесь так хорошо подловил. Тем не менее, это отличное начало. Посмотри на Нетворсы. Уже... Точнее, не на Нетворсы, а на графики. Уже 1000 золота ведут Ньюби, несмотря на то, что First Blood был за Na'Vi. Да, и Bounty Hunter потихонечку упадает из игры. Bounty Hunter испытывает большие трудности с тем, чтобы забрать Dragon Knight в миде из-за того, что у него уже слишком большой регион. И при этом Bounty Hunter ничего не может сделать снизу. Там с Бесмастером против Рейзера вообще ничего ловить, пока Бесмастер не возьмет шестой. То есть вот сейчас он отправляется на центр, а на центре находится Dragon Knight. У Dragon Knight огромнейший ХП Рейген, и Bounty Hunter здесь уже мало что может сделать. Да, мы вчера видели подобную ситуацию, когда Bounty Hunter какого-то третьего, четвертого уровня пытался бить Dragon Knight, и вообще ничего не мог сделать. Прогоняют генерала в очередной раз, он взял третий и пытается хоть как-то выживать, хоть что-то фармить, но четыре криба. А что с Omni-Night? Хочется посмотреть, как у него дела по уровню. У него тоже третий, и по XP они идут ровненько. Ну, немножечко страдает по своему фарму, конечно, KP. Здесь ничего не поделать. Стоит против неприятной линии. Подходит к нему Кака. Дабл дэмэдж сейчас у Лила, и должны KP забирать. Skyrus Mage. Silence. Смогут ли забрать? Еще буквально один удар. Репел. Нет, слишком много урона. ДД. И Лил забирает фраг. Хорошее перемещение на топ. В очередной раз Omni-Night прогоняются, и он будет вынужден возвращаться с помощью телепорта. Да, но есть небольшой минус на линии сверху, и заключается как раз у Skyrus Mage. Если у Skyrus Mage заканчивается манно, то Omni-Night на этой линии делать все что угодно. То есть можно попытаться его убить с Bounty Hunter, если у Bounty Hunter будет дабл дэмэдж. Но если дабл дэмэджа нет, то Omni-Night спокойно подходит к крипам, и с легкостью набирает экспириенс. Ждет Курьер Лил, но, как мы видим, Курьер летит по такой траектории, что его очень тяжело будет перехватить. Вот пытается добежать, но вряд ли успеет слишком быстро. Хотя, хотя, хотя имеет шанс, и сейчас выходит... Не успевает. Да. Увы, увы, Курьер прямо перед его носом успевает завернуть на базу. Генерал, Муги, цепляет его. Генерал сейчас получит станчик. Да, получает станчик, и буквально еще один удар нужно сделать. Слишком тяжело Бесту на этой линии. Причем, если Войду требуется два суппорта, то Муги может с минимальной поддержкой, может быть, даже без нее, если генерал ошибается, спокойно разбираться с Бестом. Это Разор. Да, оптимальным всего Бестмастеру постараться оставшейся до фарринг лесу. То есть, если он будет и дальше выходить на эту линию, то его и дальше будет забирать там Рубик с Рейзером, Эрспирит с Рейзером. И пока он только кормит Рейзером. Хорошо срезается сейчас вард. Плюс 100 золота, и свеженький вард уничтожен. Бестмастеру дают немного поотфармить. 5 крипов у него, 10 Омни Найта, Лил. Идет за баунти руной. Там еще и Курьер. Видит Курьера, но не может его догнать. Нет, нет, Курьера здесь не догнать. Он быстрее, Лил бежит до конца, но нет. Это как бежать за поездом, который уже тронулся с перона. Дэнди отходит. Очень сильно его пробило с Трипл Си. Ну, как и говорили, ДК здесь посильнее, чем Квин оф Пейн. А тем временем Разор нападает в очередной раз на бестмастера. И опять у генерала проблемы. Он получает очень много минус армора, минус урона. Подходить к Разору нельзя. И сейчас будет под пуш вышки через катапульту. Подходит сюда Лил. Генерал все еще здесь. Квин оф Пейн подходит. Будут пытаться стереть каким-то образом нападение на КК. Поднимают баунти-хантеру. Там же очень много урона у Разора. Как же много урона. Буквально за два удара стирают. Рассказ. Минус ур Спирит. Но что дальше? Есть хроносфера. Неплохо. Да, сотрут здесь Разора. Это минус два в исполнении команды Нави. Большими силами перетянулись. Но оно того стоило. Явно потеряли Лила. Тем не менее забрали Разора и не дали ему пропушить вышку. ДК пользуется ситуацией. Тут же активирует форму. Он начинает подпушивать свою линию. Ну и конечно же Умни Найт также стоял на линии. Спокойно получал экспириенс. Поэтому у него все в порядке. Он уже пятого уровня. Есть рейндроп. 600 монет сверху. Наверное, будет сразу в аркан ботинки выходить какие-то. Здесь это неплохо смотрится. Потому что в перспективе ему понадобится либо Лотус, либо Грейвзы. Собрать Грейвзы. Хорошее решение против Скаймага. Его Сайланса. Минус курьера от Лила. Тем временем. Вот теперь счетчик курьеров можно открывать. Правда какая? Идет за ним. Будет ли просветка? Нет. Судя по всему просветки нет. Либо решил не тратить. Отличная игра от четвертой позиции команды Na'Vi. И таких моментов должно быть все больше и больше. Для того, чтобы увеличивать свое преимущество. Na'Vi старается хоть как-то помочь генералу. Генерал отправляется на легкую линию. Там он хоть как-то получает себе экспиренс, голду. И тем временем FSS Void стоит на сложной линии. И борется против Фрейзера. Правда вот Скаймаг на этой линии не к месту. Только потому, что хроносферы нет. Если хроносферы нет, то Скайрасмаг вообще никак не может убить, допустим, того же Рейзера. Следовательно, Скайрасмаг уходит в таверну. Умнинайт загнобил бестмастера. Прогоняет его под вышку. Бест все еще не шестой. Омник пошел искать. Бест вызывает птицу, вызывает кабана. Пошла перетяжка сейчас на топ. Туда прилетел Void. Но как же больно. И Кристаллайз без хп остается. А что с ним произошло? Нужен плюс один. Нужна помощь. Ну, тут сейчас, да, обязательно нужно. Потому что Омник еще и сам подразвалить. Может Лил уже здесь. Кидают Сайланс. Будет ли хроносфера ставиться? Хроносферы нет. Все еще кулдаун. KP. Еще один удар. Так, KP погибает. В четвером. Ну, я бы сказал, практически в пятером забирают Омнинайта. Фраг, конечно, есть. Но его польза весьма сомнительна. Учитывая, что пять игроков оказались на топе. И трека пока еще нет. Паунтихантер все еще не шестого уровня. И все это время Ньюби ковыряют вышечки. Все это время Драгон Найт вместе с Рейзером и Рубиком осаждают центр и параллельно осаждают низ. И Na'Vi вот в такой беготне начинают проигрывать. Да, если посмотреть на нетворс Омнинайта, он выше, чем у Бестмастера. При том, что его забирают, его угоняют. Но коры Ньюби опережают Na'Vi. Причем серьезно. Разор 4500 против Воида 4000. И ДК 4300 против Квапы 3700. Ну, Квапе очень тяжело против Драгон Найт. Во все времена. Да. Как и в начале игры, так и в мидгейме. Может быть, где-то только в лейте Queen of Pain может что-то противопоставить. Хотя все равно ДК очень-очень прочный. Пошел Тосик Верспирита. Он успевает использовать Роллинг Болдер. С3С уже на миде. Не дает в обиду свою вышку. Но храняет ее очень ревностно, как дракон свои сокровища. Ну, понятно. ДК должен пушить вышки оппонента и ни в коем случае свои не отдавать. Перетягивается С3С. Форма еще будет действовать половину времени. Рубик страхует омненько, чтобы тот же Скайросмак не смог обойти его спину. И Ньюби по-прежнему играет от защиты. Они никуда не торопятся. Они продолжают выкачивать своих героев и пользуются тем, что Na'Vi зачастую уходит от своих вышек и по одному забирают. Барабану делает Разор. Ждет, когда появится Курьер. Аркан руну у Дэнди. Вот под эту руну сейчас бы как-то подраться. Вейл готов. Можно принести себе его. Под хроносферу. Под хроносферу. Закинуть ультимейт Queen of Pain. Ультимейт Скайросмейджа, который может скоро появиться, потому что Скаймак покупал книжку. Но Дэнди... Другой раз. Да. Забирают Дэнди. Сходил за Вейлом. Будем говорить так. Забрал его с базы. Довольно быстро. Лил ждет Курьера. Курьер на базе. Но надо сказать, что Курьера здесь не просто можно убивать. Его нужно убивать. Посмотрите на варды команды Na'Vi. Все для того, чтобы этот Курьер был убит. Поставлено два варда. Очень глубоко. Эти варды практически не дают инфы по игре в данный момент. Но дают информацию по Курьеру. Но там находится Рубик. Рубик. Курьер. Мог бы попробовать подстраховать этого Курьера. Но он его не страхует. Но урона не хватает. Чуть-чуть не хватило урона. И успевает активировать. Сейчас прячет Курьера в лесах. Идут дальше. Лил. Еще одна тычка. Да, он дотягивается. Как же неаккуратно играют Ньюби. Это второй Курьер. Даже если сейчас Лилу заберут, это будет не так страшно. У него нет инвиза. Да, он погибнет. Может быть попытаться отдаться на эншентах. Нет. Не дают такого шанса. Курьер. Это очень хорошо. Это очень хороший размен. Это плюс много золота для своей команды. Хотя он все еще не шестой. Но золотом подкармливает оппонент тиммейтов. Очень-очень здорово. Как раз тайминг хороший. Только что Ньюби забрали вышечку. Они получили денег. И хотелось бы принести артефакты. Но Курьер убит. И Ньюби буксуют с пушем. Нужно подождать какое-то время. Вышка падает на топе. Подходит сюда фейд. Вышка будет за динайном. Ну а снизу тем временем БХ. БХ который видит сейчас КП. Видит КК. Поставлен абсервер. Сентри не стоит. Заходит сюда бестмастер. Видит бестмастер. Забирает баунтиру. Ну КК. Может быть выход на умни Найта. Подтягивается Дэнди под аркан руной. Умнику нужно срочно бежать. Да, он понимает. Заранее. Все нажал. Все нажал что только можно. Теперь нет ничего. Ну и уходит. И нави тоже отходит. Тем временем идет пуш верхней линии. В исполнении команды Ньюби. Здесь СТРИПЛСИ. Со своими драконами. Ну вот так вот вышка давать не ходишь. Потому что ГА он мне на это только что использовал. У нави есть абсолютно все кулдауны. И ну нужно хоть что-то делать. Когда вот так вот нагло приходит Ньюби и отжимает вра. То есть ну нужно попробовать там допустим либо подраться. Потому что здесь было всего лишь нам всего два героя. Может быть там сбегать вниз. Загангать того же Минайта. Но нави стоят на месте. Нави ничего не делают. И не этим пользуются. Они хотят выйти на умника. Умник без ГА. Поздно. То есть уже поздно. Если бы они выходили когда вот сверху заверли вышку. Было бы хорошо. Вот так вот. Смотрим. Смотрим. Сейчас прогрызают. ТП. Хроносфера. Успел. Но было близко. Было очень близко. Да. Умник почти ушел. Он все еще жив. Нет. Вот теперь погибает. Умни Найт. Также будет спушена вышка. Параллельно с этим идет пуш верхней линии. Здесь фейт вместе с иллюзиями Драгон Найта. Разбирается с крипами. И немножечко. Ага. У СТС есть ультимейт. Поэтому вышка получит много урона. Сайланс. Вейл. Нужно отступить. Аншен Сил плюс Вейл. Это страшная комбинация. Ворует кортик Рубик. Не самый полезный спелл. Тем временем. Ньюби подходит сюда. Сейчас могут увидеть Скайрос Мейджа. Здесь Муги. Здесь КК. Дэнди нельзя подставляться. Ни в коем случае. Но должны понимать, что они просто так находятся. И СТС не отступают. Ну, хрансферы нет. Нужно идти. Хрансферы нет. И Ньюби этим воспользуется. Дэнди сидит в засаде. Но без поддержки он просто теряет время. Параллельно пушит Тир-2 на нижней линии. Поэтому идет такой легкий размен. Умни Найт уже снизу. Сразу телепортируется ДК. Да. Дэнди не отдает вышку. Да, отлично сыграно. КК. Пытается дать стан. Не попадает ни в кого. Ультимейтом тоже промазал. Но бестмастер, тем не менее, погибает. Смогли забрать бестмастера. Забрали вышку. Пусть ее из-за дэнаил Дэнди. При этом не отдали свою. Отрезок в пользу Ньюби. Они ведут 2000. Но у Na'Vi появляется Баунти Хантер с треком. На этот раз шестой левел есть. И теперь осталось только реализовать его. Ну, вообще Баунти Хантер с треками это хорошо. Но с другой стороны есть Omni Night. И Ripple снимает треки. Так что Omni Night является частичным контролем для Баунти Хантера. И соответственно Na'Vi желательно побыстрее Omni Night вырубить. Чтобы там не было ни Ripple, ничего. Я думаю, что Omni Night желательно побыстрее вырубить в любой ситуации. Да, это такой герой. Ну, это особенно. Ну что, 76. 2000 преимущества Ньюби. Напомню, что наши аналитики делали ставку на то, что в лейтгейме у Na'Vi отличные шансы. Главное, до него дожить. Пока что они более-менее справляются. 15 минут. Но вот сейчас наступает ключевой момент игры. Муги в неплохой позиции находится. Баунти Хантер рядышком. Летит птица. Забирают. Продамажили кабана. Не забирают его. Муги идет вперед. Бесстрашен. Ну, пока без вариантов. Да, Omni Night находится сзади. Если что, он подсейвит Razer тем же Ripple. И, соответственно, если Na'Vi не видит, где находится Omni Night, то врываться нежелательно. Слишком большой риск. Да, такая игра очень напряженная. Вроде бы... Это только первая встреча. Midasic покупает себе Omnic. Будет выходить в артефакты, в лейт. Наверняка талант на золото возьмет себе. Если уже не взял. Да, пока еще девятый уровень. Но вот сейчас. Сейчас десятый. Midasic и сразу же талант на золото. Суперэкономика. Пожалуйста. Newbie чего-то ищут. Что-то ищут они на реке. Может быть, что-то потеряли. Ну, просто аккуратно двигаются и чекают территорию. И выходят в пуш. Тир-2. Параллельно с этим Na'Vi сплитпушит. Как раз Razer забрал дабл дэмэш. Подходит Newbie на центр. И... Начинается битва ДПСа. Ну, если Beastmaster будет находиться по центру, то битву ДПСа Na'Vi 100% проигрывает. А пойдут на Тир-3? Интересно. Ну, рановато. Нет, нет. Стягиваются. Уже стягиваются. Уже полетели. Летит Курьер. Правда, очень опасно. Скайрос Мейдж. Скайрос Мейджа, кажется, подцепили. Курьер использует неуязвимость. И Скаймаг погибает. Воруют у него еще второй спелл. Да. Вот если она пытается спидпушить тех же Newbie, и они хотят успеть забрать Т2-вышку, вторым как забирает Т2-вышку Newbie. Курьер? Живет. Байт на Курьера. Это байт на Курьера? Ничего себе. ТП. И Лил. Успел. Да. С КК что-то происходит неладное. Потому что, ну сколько времени прошло, прежде чем он поставил этот камень и Долстан? Я думаю, так полсекунды. Для КК, который обычно реагирует мгновенно, это тревожный звоночек. Ну, красивый был байт на Курьера. Повесили его по центру так. Подсветили. Но затем использовали неуязвимость. Давайте посмотрим на Нетворце. Разор и ДК совсем немного опережают Войда. КВП сильно не отстает. Сейчас выход на Дэнди. КК пойдет за ним или нет? Нет. Здесь только два суппорта и Дэнди ничего не угрожает. И хороший момент. Дэнди пропошил линию снизу. Сюда синулся два персонажа. Что там уже подходит Баунти Хантер вместе с Фейсли Свойдом и Скайросмагом. Но Скайросмаг идет без смока. Днем. Да, такой беспалево. КК видит его. Сайланс. КК. Может погибнуть очень быстро. Погибает. Шрайн активирует Разор заранее. Тут же получает репел. Очень хорошо сыграно. Хроносфера сворована от Фейта. И Фейт отлично сыграно. Умни Найт. Подхилл. Все стоят в хроносфере. Откидывают Лила. Разор все еще жив. Кристаллайз. Уходит отсюда. Но здесь уже ДК дает стан. Есть ли просветка? Пошел трек. Просветки нет. И просто стоит. Стоит в инвизе. Кристаллайз. Кристаллайз входит отсюда. Умни Найт и Сёрли. Продолжается драка. Пока что только минус суммоны в исполнении команды Ньюби. СТриплСи остается один против четырех игроков. Забирают его. Это минус три. Фейт пытается сделать ТП. Уходит. И отличная драка для Нави. Великолепная. Несмотря на то, что Фейт украл хроносферу, как-то очень все криво получилось. И некому было просветить Кристаллайза, который просто стоял в шадовом улете. И очень поздно перетянулся в драку Драгон Найт. Драгон Найт пришел в замес, когда уже была потрачена хроносфера. Более того, того же Эр Спирита вырубили с самого начала. И хроносфера была очень удачной. Ошибочка от Кристаллайза. Погибает он все-таки. Ну вот отдали немножечко. Тем не менее. Тем не менее. Драка все равно в плюс. И забрали вышку, по-моему. Да, забрали вышку. Забрали несколько фрагов. Часть из них по трекам. Ну и как мы видим, даже выходит вперед немножечко по золоту Нави. Самое главное, опять же, они медленно, но верно выходят в лейтгейм. Ньюби как-то выглядит. Ну, такое ощущение, что поражение от Кингуин не было какой-то случайностью. Потому что Ньюби действительно выглядят ну не теми грозными Ньюби, которых мы привыкли видеть. А схлябаны играют. Очень. Они обычно любят минуте на двадцатой уже заходить, подпушивать, напрягать соперника. А здесь что мы видим? Здесь мы не видим ничего. Дэнди. Опасная ситуация для него. Покатится Ливер Спирит. Да, он покатился. Он видит. Ну это вот просто. Но это не та игра, которую мы привыкли видеть. Дэнди, Сайланс забирают его. Но тем не менее. КА очень много брака в индивидуальных действиях. Ну да. То есть, допустим, в моменте, когда Рейзер увидел Скайра Смага, когда он уже понимал, что Фастлис Войт поставит хрансферу, он тут же прожал святыню и все это время стоял, отхилился. Все это время Драгонет не летел. Он ждал. То есть непонятно, чего он ждал. Ну то ли кулдаун на ТП был. Что-то подобное. Ну то есть, если кулдаун на ТП, то все дружно отходим. Ждем, когда кулдаун откатится и после этого дружно заходим за место. Моги мисклик. Нажимает БКБ. Да, это именно мисклик. Да. Ну, подходит сюда еще Драгонайт. Просветки нет. Жесть. Можно на развороте убить. Жесть. Какая игра. Ну это просто ноу комминс. Что творит Моги. С-Трипл Си подставляется. Кидают на него трек. С-Трипл Си тоже не отпустит. Башек. Нет, Умни Найт здесь. Умни Найт пытается помочь. Ульт в Умни Найт. Немножечко поздновато. Ворует Рор. Фейд отыгрывает за всю команду. По-моему, единственный, кто играет в этом коллективе. КП должны... Должен отступать. Один размен. Роспирит укатывается. Фейд под треком. Догоняет его Кристалл Айс. Но Башек не прокает. Дэнди уже здесь. Кидает Вейл. Дэнди. Имеется ультимейт. Фейд. Использует таймволк. Как же играет Фейд. Но кажется, этого недостаточно. Хотя камень залетает неплохой. Фейды спасают из последних сил. Дэнди. Есть ульта. Отличный ультимейт. Фейды добивает. Что с остальными? Пойдут ли дальше Нави? Нет, нужно отступить. Нужно отступить. Кликом вместо Статик Линка. После этого он гонится за Баунти Хантером без просветки. Без шанса какого-либо его убить. К нему присоединяется ДК, у которого тоже просветки нет. Они просто бегут и надеются, что Лил, ну каким-то образом выйдет из инвиза. Не знаю, у них появится дар видеть невидимое. Но в итоге они получают хроносферу на лицо. И Разор погибает, потому что БКБ он уже прожимал. Но даже несмотря на такую ужасную игру от Ньюби, у них все еще остаются шансы. И они все еще могут пойти и подраться 5 на 5. Потому что ситуация не критическая. Герои умирали, но герои были маленького уровня. Треки еще есть, но пока Нави сделали очень мало трек киллов. То есть у Ньюби потенциально еще где-то есть запас. Ну может быть в одну-две драки. Вот пока Нави не вырвутся вперед по Networks. КП. КП уходит. Да, уходит. Он взял себе Blink Dagger. Ну здесь, конечно, нужно прийти в себя. Но стоит отметить, что у Ньюби есть Фейт. Который сейчас должен вселить уверенность в своих тиммейтов. Который исполняет великолепно. КК. Поднимает выул Бестмастера. На этот раз не промахивается станом. И забирает Беста. Фейт просто божит. Ворованная хроносфера. Ворованный Рор. Затем ворованный Таймволк. И сам спасается. Его в итоге добивают, но тратит на него Sonic Wave. Которого теперь нет. И Ньюби все-таки к 22-й они добрались до рампы. Но они были бы не Ньюби, если бы не сделали этого. Нави нужно возвращаться на базу и попытаться как-то задейтить. Лил ищет курьеров. Дэнди ищет телепорт в лавке. Возвращаются. Но Тир-3 наполовину уничтожен. Тир-3 практически упадет. А может быть даже упадет. Сейчас будет операция найти и обезвредить омнинайта. Баунтихантер. Заходит в спину. Но если его сейчас найдут. Дэнает вышку Дэнди. Хорошая игра. Да, Тир-3 обычно не дэнается. Но в данном случае его по-любому бы сносили. Что это? Минус бараки что ли? Но есть хроносфера. Нужно, нужно, нужно ставить. Это минус барак. Уже ДК прыгает на Скайрос Мэйджи. Первым С-Трипл С дает еще один стан. Кристаллайз ставит хроносферу на двоих. Но Скайрос Мэйдж погиб и не будет. Раскастов крона. Запрыгивает бис. Дает стан. В кого? В Омни Найт. Омни Найт погибает. Минус Омник. Но тем временем Дэнди без байбека. Нави могут проиграть эту игру прямо здесь и сейчас. Какие ошибки. Это минус мид. Ой-яй-яй. Неужели так вот Ньюби расхлябанная игра? Просто на двадцатый берут, поднимаются на ХГ и все равно выигрывают эту игру. Да, Лил подъюливает его. Кака ставит камень. Лил получает стан. На этот раз просветка имеется. Минус Лил. Байбека тоже нет. Байбек от Бестмастера. Ну, дефить очень тяжело. Хрона нет. Дэнди нет. У Дэнди был раскаст. Какая жесть. Падает вторая сторона. Уже нету форму С-Трипл Си, но она и не нужна. Нечем дефить. Абсолютно нечем. Нету только Омни Найт. Но без него справляются. И Ньюби не рискуют. Они отходят. Кака делает телепорт. Все остальные убегают на своих двоих. Один момент. И игра переворачивается с ног на голову. Ну и сам момент. Довольно-таки неприятный для Нави. Ньюби первыми синициировали Скайросмага. И сразу же выключили одного из ключевых дамагеров. Который вот именно на этой стадии наносит слишком много урона. Потом. Фейслисвойд поставил, казалось бы, неплохую хроносферу. Но у Мни Найта не сцепили. У Мни Найт успел сделать блинку. У Мни Найт повесил рэпл на Драгон Найт. И после этого впитал урон. Пока он впитывал урон. Естественно расправлялись с Queen of Pain. И со всей командой Нави. Я еще добавлю потом один момент. Потому что Нави здесь демонстрирует свой скилл забирания Рошана. Но как мы помним, он у них не на лучшем уровне. Опять они не могут одолеть этого каменного гиганта. Фейт врывается. Ну что же творит этот Рубик? Он опять ворует все ультимейты. Это просто божественная игра от Фейта. В него кастуется ультимейт Скарос Мейджа. Но репелом его подсейвил KP. Божественная игра от ветерана китайской команды. Минус два. И Рошан опять непобедим для Нави. Они не могут его одолеть. Но в этот раз это был шаг отчаяния. Они понимали, что очень тяжело будет в этой игре. И нужно забирать Рошана. И это еще не все. Queen of Pain все еще имеется Sonic Wave. Имеется хроносфера. Да, напомню, что Queen of Pain была забрана только потому, что Рубик опять своровал хрона. Ставится хрона. Опять хроносфера на этот раз успевает дать сайленс. Но Рубик сейчас может поставить отличную хроносферу. Рубик идет вперед. Сайленс заканчивается. Не ставит хрона. Слишком плохая позиция. Однако и без хроносферы разбираются. Ставит хронос. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Фейт? Как же он играет? На рампе это не попало в кадр. Потому что мы смотрели, как убивают у Мнинайта. Рубик своровал хроносферу. Поставил ее на Дэнди. Именно поэтому Дэнди ничего не смог сделать. Итого за игру Рубик своровал три хроносферы. Два рора. И выиграл ее, ну, чуть ли не в соло. Это очень хорошая игра. Да, Фейт. Я не думал, что Фейт сможет затащить. Но это именно тот случай, когда действительно один герой даже пятой позиции может сделать так.